Время спорта на Альфа-канале Ни выпавший внезапно снег, ни лед, которым был покрыт стадион Дальгау, не остановили амурских рэгбистов, которые в воскресенье закрывали сезон, не боролись за кубок Благовещенска по Рэгби-7. Встреча состоялась между командами Благовещенска и Свободного. Рэгби-7 более скоростной и активной, чем другие разновидности этого спорта, потому, как говорят сами спортсмены, продумывать сложные стратегии и комбинации смысла, да и времени нет. Ценится скорее индивидуальное мастерство каждого из игроков. Всего игра включала в себя два тайма по семь минут. Погодные условия, как оказалось, игрокам были только на руку. Падать удобнее, травм меньше, поле мягче. Ну, мы рэгбисты, как бы, неприхотливые к погоде, потому что нам приходится играть в различных условиях. Сколько я помню, во время существования этого турнира всегда была погода. Либо снег, либо град, либо дождь был. А знать правильно, как входить в защиту, в нападение, то травму можно спокойно избежать. Например, я занимаюсь параллельно еще и баскетболом. В баскетболе у меня было гораздо больше травм, чем в рэгби. Победителя этих состязаний выявить не удалось. Капитан Свободинского Самородка, сетуя на многочисленные нарушения на протяжении всего матча, не согласился с решением судьи, не увел свою команду с поля. Матч был прерван, а команде засчитали техническое поражение. Спорткомплекс «Юность» в субботу принимал турнир по кикбоксингу. Он собрал около 90 спортсменов от 9 до 16 лет. Турнир в основном был рассчитан на новичков, но менее зрелищным от этого не стал. Роман Абузный в свои 15 лет занимается кикбоксингом уже шестой год, участвует во всех соревнованиях, а недавно принимал участие в турнире ДФО. Говорит, тренируется каждый день, а во время боя даже бывает эмоции берут вверх и дело доходит почти до откровенной драки. Ну да, когда уже сил на исходе, ты уже не смотришь, больно тебе, не больно, ты бьешь, 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 всегда бьешь, но тебе уже все равно. Организаторы планируют уже через полмесяца провести первенство и чемпионат области по кикбоксингу, но в ближайшее время наморские спортсмены поедут на чемпионат мира. У нас едет два человека, которые отобрались в рамках сборной. Мы едем на чемпионат мира, универсальный чемпионат мира, ну я его по-другим основанию называю, чемпионат мира по боевым искусствам. Юные благовещенские гимнасты открыли сезон и приняли участие в чемпионате первенства Благовещенска. Испытать свои силы решились около 70 участников от 7 до 18 лет. Были как начинающие спортсмены, так и мастера спорта. Каждый должен был выполнить набор обязательных элементов, который зависел от разряда. Чем выше разряд, тем тяжелее. Сначала выбирали родители, мне оно не понравилось. Когда я начал делать больше элементов новых, начал общаться с друзьями, заводить новые друзья, мне оно больше всего понравилось. Я хочу выполнить мастера спорта, потому что олимпийские чемпионаты, не знаю, может быть. По мнению организаторов, заниматься гимнастикой стоит начинать не раньше пяти лет. До этого возраста у детей просто нет понимания, зачем все это нужно. Ну а по словам самих ребят, для того, чтобы начать, не нужно ничего, кроме желания. Ну им нужна уверенность. Тянуться надо. А не надо быть трусом. Организаторы планируют в декабре провести чемпионаты первенства Амурской области, но в середине января международные соревнования на приз мэра Благовещенска. Это первенство является своеобразным отборочным этапом, который как раз таки выявит лучших тех, кто будет участвовать в чемпионате области. Именно так нам запомнились прошедшие выходные. Но я напоминаю, что посмотреть нашу рубрику вы всегда можете на сайте Амуринфо. Увидимся ровно через неделю в эфире Альфа-канала. Пока.